Громкий звук сирен привлек внимание гаражам к торговому центру Варшавский. Несколько автомобилей МЧС на проблесковых маячках промчались по Варшавскому шоссе и становились у служебного входа в торговый комплекс. Несмотря на то, что это учение, все элементы и первые вводные разработаны на основе реальных ситуаций, которые потенциально могут произойти на объекте с массовым пребыванием людей. Сейчас мы попробовали отработать некоторые элементы противопожарной защиты. Если их практически не отрабатывать, конечно, может быть сбой. Даже по работе администрации, я скажу, что для заведующих магазин и так далее, ну она теоретически, да, занятия проводятся. Если практик никакой нету, к сожалению, именно когда произойдет нештатная ситуация, если практически это не закрепляют, ну человек может неадекватно себя вывести. Будет паника, забудут номера телефона, как звонить на службу 101. И как действовать? Сбор, эвакуация – это все приведет к успеху тушения пожара и к минимизации человеческих жертв и ущерба. Работники торгового комплекса в Варшавске организованно покинули здание. Взгорание в одном из секторов отделения выпечки оперативно ликвидировал добровольная дружина предприятия. Далее начались задачи для спасателей. Несколько человек пострадали и не смогли самостоятельно покинуть здание. Один попал под обвал конструкции. Кроме того, спасаясь от огня, некоторые поспешили на крышу и оказались в огненной западне. Сотрудники городского отдела по чрезвычайным ситуациям разделились на группы, каждая из которых выполняла свой комплекс задач. Личный состав гарнизона был привлечен по второму номеру выезда. Это пять основных единиц техники, одна специальная. До прибытия подразделений МЧС работало добровольное пожароформирование объекта. Оно со своей задачей справилось. До момента прибытия подразделения организована эвакуация. Были задействованы первичные средства пожаротушения. Сегодня администрация в своей задаче справилась. Такого рода мероприятия будут проходить и дальше. Особенно актуальны они в контексте проведения в Беларуси вторых европейских игр. В центре внимания спасателей не только торговые, но и спортивные объекты – гостиницы. О важности акций говорят и сами участники учебных мероприятий. Только отработав навык, человек сможет правильно им воспользоваться в случае чрезвычайной ситуации. Мы проводим ежемесячные учения вместе с обслуживающей организацией. Проводим сработки, эвакуации. Обучаем действиями средствами пожаропервичного пожаротушения. Проводим также совместные учения с представителями МЧС. Действуем строго регламенту и даже больше, чтобы предупредить. И не дай бог, с ситуацией чрезвычайной все могли действовать согласно своим должностным инструкциям. В первую очередь уберечь жизни наших посетителей и свои. Анастасия Ноздрин, Блатницкий, Эдвард Букунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин